Футбол – одна из любимых игр дворовых мальчишек. Ребятишки таким образом проводят свободное время и улучшают навыки для игры в футбол. В эту игру играют как городские, так и сельские ребята. В Таразин стадионе «Локомотив» состоялся чемпионат Казахстана среди сельских спортивных школ. Как развивается футбол на селе и какие места заняли команды на этом сестидании? Смотрите в сюжете Вальхана Толгатова. Всего в чемпионате приняло участие 6 команд. Помимо нашей области, участие приняли Туркестанская и Актюбинская область. Чемпионат был организован Министерством культуры и спорта Республики Казахстан, Национальным Олимпийским комитетом и Федерацией футбола Казахстана. Целью проведения является выявление перспективных футболистов и подготовка резерва для юношеских команд Республики Казахстан, повышение качества эффективности и работы детско-юношеских спортивных школ, также пропаганда и развитие детско-юношеского футбола в Казахстане. Чемпионат проходил с 7 по 16 октября текущего года. Из-за пандемии торжественных церемоний открытия и закрытия не проводилось. На этом матче сражались команды Курдайского района и Житысайского района в Туркестанской области среди юношей 2007 года рождения. В первом тайме гол забили житысайцы, на втором тайме курдайцы сравняли счет 1-1. Футбол на селе надо развивать. Все хорошо проходит и организовано. В будущем надеемся принять участие еще в подобных стартах. Футбол – это не просто хобби. Это моя мечта. Сегодня игра была довольно сложной. У соперников было преимущество. Но в целом у меня впечатления хорошие. Также на матче побывала наша землячка, чемпионка мира, профессиональному боксу Фируза Шарипова. Спортсменка рада тому, что футболу на селе уделяют внимание. Очень хорошо, что сейчас государство выделяет все возможное и средства, и делает как можно больше турниров, призывает молодежь к здоровому образу жизни. Молодое поколение – это наше будущее. По итогам чемпионата были определены победители. Несмотря на то, что финальный матч завершился в ничью, по итогам набранных очков в предыдущих встречах первое место заняли сборная Житасайского района Туркестанской области. Второе место досталось Кордайскому району. Тройку лидеров замыкает Актюбинская область. Надеемся, что эти ребята выступят за сборную нашей страны, как на чемпионате мира, так и на чемпионате Европы в футболу. Валихан Толгатов, Азат Байтимир, Жамбул Ньюс.